МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чувашии информационная программа Республика. В студии Галина Титарчук. Смотрите сегодня. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Кресло председателя правительства Республики Иван Маторин занял официально только сегодня. Указ об этом подписал Михаил Игнатьев. И уже с утра документ опубликовали на портале органов власти. Мы должны выстроить по работе со всеми нашими организациями коммерческими направленностями, малыми и средними предприятиями, малым и средним бизнесом и создать сильный регион по развитию реального сектора экономики. И обязательства, которые мы взяли на себя, выполнять все социальные обязательства, которые взяли перед жителями, перед ветеранами нашей Республики. Вновь назначенный премьер приступает к работе с новыми планами. У председателя кабинета министров могут появиться два заместителя. Раньше в этом статусе работали шесть человек, в том числе и руководитель администрации главы Республики. Первый блок это будет, опять же, социальное курьерное и, соответственно, экономический, финансовый блок. Заместитель. Соответственно, будут внесены изменения в структуру распределения полномочий между заместителями министра и председателями кабинета министров. Данный нормативный документ тоже подготовлен. Будет представлено рассмотрение и дальнейшее утверждение. С учетом всех тех предложений, которые поступали у нас со стороны прокуратуры, то мы будем соответствовать всем тем принятым решениям и федеральному закону, и реестру государственных должностей в соответствии с наделенными полномочиями. В составе регионального правительства намерены создать и новое министерство труда и социальной защиты. Причем этому ведомству планируют передать функции государственной службы занятости. И соответственно будет министерство здравоохранения по аналогии с федеральной нормальной властью, ну и с учетом того, что среди дополнительных функций в этой области добавляются в регион. Министерство имущественных и земельных отношений может быть преобразовано в республиканский комитет. Планируют ввести коррективы и в структуре Министерства природных ресурсов. Этому ведомству намерены передать функции госохотребслужбы. До конца следующего года в республике планируют и вовсе сократить количество чиновников. Причем освобожденным от госслужбы специалистам будут подыскивать другую работу. У нас останется 1386 государственных и гражданских служащих. Сокращение будет чуть более 10%. Значит, это те контрольные цифры, которые и правительство Российской Федерации с нас требует. Это то, что вы требуете, то, что требует Иван Борисович. Я думаю, мы с этими задачами справимся. Но сокращение количества государственных служащих не должно отразиться на качестве работы правительства, отметил Михаил Игнатьев. Пока все члены правительства работают в статусе исполняющих обязанностей, кто именно займет кресло министров, станет известно в ближайшие дни. Дмитрий Ковалев, Александр Петров. Республика. Сегодня Михаил Игнатьев встретился с генеральным консулом Венгрии Ференсом Контром. Зарубежные гости приехали в республику с деловыми предложениями. Подробности в следующем материале. Генеральное консульство Венгрии в Казани открылось только этой весной. Сейчас здесь делают ставку на развитие культурных и экономических связей с субъектами Приволжского федерального округа. Консул Ференс Контра отметил, что для его страны Чувашия – стратегический партнер. Вы близки к нам, вы близки в двухсторонних отношениях в политическом плане, в культурном. Поэтому мы выбрали вас, чтобы представиться, показать вам, что мы здесь, что мы готовы к расширению сотрудничества, что наша задача будет, помимо выдачи виз, расширить торговые и экономические отношения, культурные связи. Мы уверены, что с нашим прибиранием эти контакты становятся более интенсивными. Не исключено, что венгерские партнеры откроют в республике новое производство. Присматривают у зарубежных гостей к разработкам в области электротехники. Сейчас Чувашия активно поставляет Венгрию сельскохозяйственную и химическую продукцию. Я полагаю, несмотря на предъявленные санкции, определенные эти связи у нас будут улучшаться. По линии гуманитарной сферы на сегодняшний день, как бы это и образование, и здравоохранение, по культуре, это более-менее так работа была поставлена, но и по туризму. По сути дела, сегодня безвизовый везд на территорию Российской Федерации по водному туризму. Внешне торговый оборот между Чувашией и Венгрией только в прошлом году превысил 1 миллион долларов. В перспективе эта сумма может вырасти, уверены партнеры. Дмитрий Ковалев, Мария Шоклева, Сергей Рябчиков, Республика. Буквально через 5 лет из Чувашии до Москвы можно будет добраться почти за 3 часа. И все благодаря высокоскоростной магистрали, которая появится уже в 2018 году. О том, как реализуется проект Москва-Казань, сегодня обсудили на экономическом совете при главе Чувашии. 1 триллион 68 миллиардов рублей – такова стоимость проекта высокоскоростной магистрали. Цена вопроса на территории нашей республики – 138 миллиардов рублей. Новая трасса протяженностью 118 километров пройдет с северной стороны города Ядрин и не затронет городские кварталы. Управлением Росреестров в Чувашской республике представлен обновленный перечень объектов недвижимости, которые могут оказаться в границах строительства к скоростной магистрали. Перечень содержит сведения о 1879 земельных участках. Из них на территории Маринско-Пасадского района – 70 участков, Маргаушского района – 518, Чебоксарского района – 1163, Ядринского района – 124 и 4 многоконтурных участка, а также сведения о 33 объектах недвижимости. В настоящее время на территории Чувашской республики ведутся работы по инженерно-геодозическим изысканиям, а также по разработке проекта планировки и проекта межевания территории под размещение трассы ВСМ. Станция Чебоксара ВСМ будет расположена вблизи населенного пункта Шинерпосе Чебоксарского района, так как на этом участке широко развита сеть автомобильных дорог. В настоящее время проектные организации прорабатывают конструктивное решение мостового перехода через реку Сура, после чего будет рассмотрен вопрос размещения станции Полянки ВСМ ориентировочно на 570-м километре трассы. Электротехнические предприятия Чувашия желают быть полезны своей республике и тоже хотят приложить руку к строительству высокоскоростной магистрали. Первый такой знаковый проект в нашем предприятии – это мегапроцессная система автоблокировки, значит, с тональными рельсами, цепями и центральным размещением аппаратуры в шкафном варианте. Данный проект должен значительно разгрузить транспортную инфраструктуру мегаполиса. Реализация проекта на территории республики на этапе строительства позволит создать около 5600 новых рабочих мест, а на этапе эксплуатации – более 680 рабочих мест. Юлия Важенина, Александр Петров, Республика. Представители Российского фонда развития моногородов посетили Канаш и Мариинский посад, где ознакомились с работой предприятий, которые располагаются на территории индустриального парка Канаша. Это «Девилей», «Спецвагон деталь» и «Аурат-СВ». Следующим шагом станет появление еще нескольких компаний на промышленной карте республики. Об этом говорили сегодня на встречу председателя Кабинета министров Ивана Маторина. В рамках создания в Канаш индустриального парка в ближайшие годы планируется реализовать несколько проектов. Расширение производства «Канмаш Агро» и «АСТ Канаш», строительство предприятия по переработке древесины и выпуску изделий из дерева и строительство биотехнологического комплекса по производству резины и сопутствующих продуктов. Для реализации этих проектов Канашу должны выделить на строительство и реконструкцию инженерной инфраструктуры 637 миллионов рублей. В Мариинском посаде специалисты фонда посетили морепосад «Кабель», маслозавод и завод по производству уксуса. В Нагорде планируется строительство канализационных очистных сооружений, насосной станции, водонапорной башни с сетями водоснабжения на общую сумму 450 миллионов рублей. На встрече с председателем правительства Иваном Моториным делегация фонда развития моногородов подвела итоги знакомства с инвестиционными проектами предприятий. На совещании также обсуждали вопросы функционирования индустриального парка. Члены делегации фонда развития моногородов предлагали существующим предприятиям реализовывать свои проекты в рамках промышленной зоны, а не промышленного парка. Отличие в том, что в промзоне все предприятия самостоятельно управляют земельным участком, а в индустриальном парке резиденты только арендуют площади и находятся компактно на одной территории. Картофель, который устойчив ко всем видам бактерий Теперь это возможно В филиале Россельхозцентра Пучвашии выращивают семенной безвирусный картофель О том, как создают такой клубень, в нашем следующем сюжете Вот уже более полугода здесь находится самая настоящая лаборатория В абсолютно стерильных условиях готовят будущий семенной материал Оздоровленные ростки картофеля закупают в Москве, а дальше уже занимаются его размножением Вынимаем исходный материал при помощи пинцета Это для себя интересно И черенкуем при помощи ножниц на чашку петли После разделения черенки помещают в питательную среду, которую специалисты готовят здесь же Далее микрорастения отправляются в специальное помещение – фитотрон При необходимой температуре, влажности и освещенности они растут около месяца Еще три месяца пробирочный картофель растет в тепличных условиях, где его постоянно проверяют на наличие вирусов и заболеваний У нас получается материал более, как бы сказать, не подвержен болезням картофеля, который сейчас уже везде И в грунте он есть, и весь картофель уже заражен А наши, получается, мы получаем безвирусный, безболезненный картофель У нас шанс заражения минимален Уже, получается, товаропроизводителю не нужно так обрабатывать всякими гербицидами, пестицидами По Волжье предприятий, которые производят семенной безвирусный картофель, не так уж и много В Чувашии такое одно На данный момент на базе Росельхозцентра выращиваются около двух тысяч растений для получения мини-клубней К высадке в грунт они будут готовы к весне будущего года Пока производят один сорт картофеля, но в скором времени будут реализовывать больше видов элитных семян Конечно, несомненно, плюс это урожай Урожай при использовании этого материала, посадочного материала, повышается два-три раза Это и сам по себе картофель, он здоровый, экологически чистый Но и большие урожаи, это всегда нужны сельхозпроизводителям Это и деньги, и возможность покупать новую сельхозтехнику и развивать свое производство В таких проектах специалисты видят будущее села 1 октября в столице Республики начнется отопительный сезон Такое постановление подписал исполняющий обязанности главы администрации города Чебоксары Алексей Маклыгин В первую очередь тепло будет подаваться в медицинские, детские, дошкольные и образовательные учреждения Затем отопление будет включено в жилых и общественных зданиях по мере их готовности к приему тепловой энергии Время подключения тепла будет зависеть от степени технической готовности объектов, сообщает пресс-служба администрации Чебоксар Облик Чебоксарской набережной совсем скоро может измениться Лодочные станции, которые уже много лет прописаны вдоль берега Волги, недалеко от центрального пляжа, перенесут в другое место Этот вопрос уже решен, говорят в администрации столицы Еще в прошлом году в ходе проверок Чебоксарская межрайонная природоохранная прокуратура Выявила нарушение использования берегоукрепительных сооружений городского водохранилища И предложила владельцам лодок сменить дислокацию На выбор предлагалось несколько мест, но уже с другой стороны порта Понятно, что лодочники встретили решение прокуратуры и администрации в штыке Тяжело выходить с нажитых мест, где все под рукой А главное, центр города рядом Владельцы пытались протестовать, но закон есть закон и нарушать его нельзя Проектной документацией и экспертизой Проектной документацией гидротехнического сооружения Строительство, возведение и размещение на теле ГТС вышеуказанных строений и объектов не предусмотрено Лодочники выходили с предложением внести изменения в проектную документацию Но и это в соответствии с законодательством невозможно, говорит Алексей Ладыков Проектная документация подлежит государственной экспертизе Только в случае его реконструкции, консервации, либо ликвидации Природоохранная прокуратура дала возможность и время чиновникам и лодочникам найти решение по этому вопросу до 1 октября В противном случае в дело вступят судебные приставы и начнут сносить строение на лодочной станции Столичная администрация предложила перенести все станции на новое место На территорию, которая располагается нише Чебоксарского речпорта на Казанской набережной Пока там будут готовить инфраструктуру, старую базу трогать не будут Татьяна Леонтьева, Надежда Якулева, Сергей Рябчиков, Республика Символическое посвящение в учителя состоялось во дворце детского и юношеского творчества столицы Республики Почти 170 молодых педагогов получили ключ к знаниям Всем им предстоит впервые в этом учебном году поставить школьную отметку и проверить домашнее задание Провести контрольную и организовать родительское собрание Тех людей, которые указывают путь, указывают направление, называют проводниками Тех людей, которые помогают найти себя, найти свое место в жизни, называют учителями И каждый из вас, я надеюсь, станет настоящим учителем, учителем с большой буквы Педагогическое сообщество собирается на такие встречи уже пятый год Организует их профсоюз работников образования и науки России совместно с Советом молодых педагогических работников Каждый из присутствующих на посвящении пришел в профессию разными путями Это мечта детства, потому что я с начальной школы мечтала стать учителем Поэтому мечта моя осуществилась Как молодому специалисту не всегда справляюсь, допустим, с детьми Хочется дать многое, но не всегда получается Поэтому все приходит с опытом Организатор считает, что синтез молодости и опыта дает хорошие результаты На таких встречах кто-то учит, а кто-то учится Так как я молодая и у меня мало опыта, я постоянно советуюсь с завучем, со старшими учителями И они с радостью помогают советами и подсказывают, где нужно правильно сделать Ясно показано, сегодня образование – это союз молодых ветеранов вместе Нас помнят, знают, что мы тоже в строю и что мы тоже в работе вместе с молодыми учителями и воспитателями Посвящение в учителя стало праздником, в котором нашлось место и на путственным словам, и импровизированным выступлениям На кого же ты, Машенька, пойдешь учиться после школы? На строителя, окулиста И что он делает? Глазки встроен Екатерина Куприна, Сергей Рябчиков, Республика Вот уже более 20 лет по всему миру 1 октября отмечается День пожилых людей Сегодня в Чувашии чествовали и поздравляли тех, чей возраст вызывает уважение Подробности в нашем репортаже В этом зале собрались люди, для которых возраст не главное Пенсионеры и ветераны труда все как один, мол, да душой и бодры духом Вы очень сильно ведете активный образ жизни Вы занимаетесь физической культурой и спортом Те дни здоровья и спорта, которые мы проводим в республике, вы активно участвуете Хочется пожелать вам, дорогие наши ветераны, благополучия, долголетия, вдохновения, бодрости Каждый из них внес свой вклад в развитие родной республики Кто-то был мастером на производстве, кто-то возделывал бескрайние просторы полей, а кто-то спасал жизни людей Их заслуги были в очередной раз оценены Валентина Телина более 25 лет возглавляла центральную городскую больницу Помогала восстановить здоровье не одной тысячи горожан А в этот день она получила благодарность главы Чувашии Я очень благодарна, что оценена моя работа в нашей республике Самое главное в моей жизни Это радость, это чувство гордости, что можешь помочь людям И они выздоравливают после твоей помощи Это здоровье, это жизнь, а жизнь она всегда очень ценна Звание ветерана труда в этот день получили 10 человек Всего в республике такое удостоверение есть у более чем 45 тысяч пенсионеров В 2014 году правительство Чувашии снизило планку трудового стажа на 2,5 года Как для женщин, так и для мужчин Получить звание и соответствующие льготы стало проще И как отметил Михаил Игнатьев, работа в этом направлении будет продолжена Татьяна Леонтьева, Анастасия Лангина, Анастасия Алексеева, Александр Петров, Республика Сегодня же праздничные мероприятия посещенные Дню пожилых прошли в Новочебоксарске Подробно об этом мы расскажем в нашем завтрашнем выпуске К другим новостям В этом доме гостям всегда рады Неважно, пришли ли они сюда с подарками Или просто с открытым сердцем и добрыми словами В доме ребенка-малютка прошел день открытых дверей Пусть мама услышит, пусть мама придет, пусть мама И нам ненавидно найдет Также не бывают нас дети Чтобы были постельные дети Разные дети, разные характеры, разные судьбы Но одна общая беда По тем или иным причинам они остались без родителей В малютке с детьми, конечно, занимаются Они сыты, одеты и обуты Тем не менее, все они ждут маму и папу Как правило, такие потенциальные мамы и папы приходят сюда вне открытых дверей Сегодня в доме малютки мы пришли посмотреть на деток Как они живут здесь, как развиваются Так как мы уже 9 лет женаты и у нас нет своих детей Мы в поисках ребенка, которого хотели бы любить, воспитать, поднять на ноги Иногда получается так, что родителям в будущем надо дать время подумать И о смысле, то, что они хотят сделать Дни открытых дверей, они влияют, конечно же, влияют очень хорошо на решение людей Принять в свою семью ребенка, оставшись без попечения родителей Кстати, познакомиться с детьми поближе потенциальные родители могут теперь и заочно Наша телекомпания подготовила специальные видеовизитки Познакомьтесь, это Олег Олежка родился в марте 2011 года Он русоволосый мальчик с голубыми глазами Добродушный и всегда улыбчивый Воспитатели называют его солнечным мальчиком Любит слушать музыку и смотреть мультфильмы Наблюдать за попугайчиками в живом уголке На занятиях Олег внимательно слушает педагога Сколько их? Визитки детей можно найти на сайте учреждения Ну а для дальнейшего знакомства всех желающих ждут в малютке вне открытых дверей Их планируют проводить ежемесячно Ольга Пырычкина, Алена Алтухова, Олег Кикимов, Республика Оставить след в истории малой родины и отдать дань предкам Такая мысль хоть раз в жизни посещает каждого Этим летом в селе Туруново Чебоксарского района появилась часовня Которая названа в честь 700-летия преподобного Сергия Радонежского Кладбище близ Турунова – знаковое место для сельских жителей Сюда они приходят помянуть родных и друзей Навещает здесь своих близких и заслуженный архитектор Чувашии Сергей Лукьянов Все родственники по линии его матери из этих мест Поэтому он, не задумываясь, решил подключиться к воплощению идеи главы чешкосинского сельского поселения Виталия Павлова и протеерея Николая Мазикова Первоначальные были эмоции, почему? Потому что у меня умерла мама после 91 года В 91 год и мы, когда ее похоронили, я забил 4 колышка, немножко эмоционально так А потом целый год мучился по образу часовни, какая же она должна была быть Нарисовали очень много вариантов Но выбрали вот такую, именно какую-то немножко и попроще, и современнее, и традиционнее, где-то классическую силуэта По благословлению митрополита Чебоксарского и Чувашского варна выстроили всем миром Кто-то помогал добрым словом, кто-то финансами, а кто-то непосредственно физическим трудом Теперь она открыта для всех, кто чтит память и хочет поклониться иконе Сергия Радонежского Анастасия Алексеева, Алена Алтухова, Олег Якимов, Республика Я прощаюсь с вами, а вы еще узнаете о новинках предприятия Аконт Агра До свидания Молоко, кефир, сметана, творог, сыр Более 20 номинований молочной продукции под брендами от Красули и Гармония дня, которую выпускает Аконт Агра Давно полюбились жителям нашей республики В рамках фестиваля молока 2015 около стенда Аконт целый день столпотворение Всем хочется попробовать молочные продукты от Красули и новый ассортимент Гармонии дня И от поклонников различных возрастов нет отбоя Жидко, а не вода, бело, а не снег Начинается на К, пьем продукт из молока Аконт Агра всегда уделяет особое внимание качеству молочной продукции на всех стадиях его производства От заготовки экологически чистых кормов и содержания современной фермы до переработки натурального молока Благодаря этому молочная продукция от Красули и Гармония дня отличается высоким содержанием ценных витаминов и микроэлементов Стоит отметить, что вся молочная продукция от Аконт Агра производится без добавления консервантов, сухого молока и растительных масел Мне нравится эта продукция очень И молоко, и кефир, и творог, и вот пир чудесный, прям очень нравится Надо местное попотреблять, свое родное Вам нравится? Сварила, мама вкусная Всегда нравился, сейчас нравится Очень вкусно, молодцы Недавно в линейке продуктов от Аконт Агра появились новинки Молоко и кефир жирностью 2,5% под брендом Гармония дня Которые выпускаются в кувшине с уникальной закрывающей системой На сегодняшний день на предприятии ведется активная работа по запуску производства натуральных йогуртов Единственный в России инновационный проект кувшины с системой закрывания Это предназначено для удобства наливания, закрывания и хранения И востребована она на рынке Высокое качество продукции Аконт Агра подтверждают многочисленные награды В частности, уже третий год в рамках фестиваля молока Аконт одерживает победу в конкурсе «Контрольная закупка» По принципу «Слепая дегустация» за производство натурального пастеризованного молока жирностью 2,5% Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...